Славы праздник! Новый год будет самый яркий! Встречать Новый год необходимо с настроением. С такой целью Николай Заболотнев отправился по населенным пунктам Нефтьюганского региона. Создать праздничную атмосферу решил ребятам из Радуги. Организация была создана для помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня мы проехали уже много поселений, приехали в Нефтьюганск для того, чтобы поздравить с наступающим новогодним детишек. И у них настроение новогоднее, чтобы появилось, да и у нас тоже появляется новогоднее настроение благодаря таким встречам добрым, тёплым. Поэтому сегодня поздравили. Я, честно говоря, счастлив видеть детей, которые радуются приближению такого волшебного праздника. В подарках ребята нашли сладости и плюшевого тигра – символ наступающего 2022 года. Наши встречи всегда приятные. Всегда приятное общение с мамочками, с детками. Что в подарке? Сегодня в подарке у нас будет игрушка и много родственных сладостей. Во время поздравлений Николай Заболотнев обсудил с председателем организации возможность снижения арендной платы. Если бы, например, была возможность аренду нам не платить, было бы здорово. Но опять же я понимаю, что есть три вида помещений в муниципалитете. То есть какие-то дают без аренды, какие-то дают на сниженные аренды, какие-то дают на коммерческие. Депутат Окружной Думы пообещал взять этот вопрос под контроль и обсудить его в администрации Нефтьюганска. В Новый год должны исполняться заветные мечты. Тем более «Радуга» участвует в марафоне желаний третий год. А подобные встречи для них проходят впервые. Это было мое обращение к новому нашему мэру, за что я очень благодарна. И вот после этого обращения, ну прям такой поток поздравлений на нас стал изливаться. Вчера нас поздравляли ребята из МЧС и ВДВ и разведки. Вот сегодня депутат. В 2016 году инициативные родители усердно работали, чтобы у их ребят появилось место для совместной реабилитации. Спустя пять лет организация насчитывает 77 семей. Вместе они встречают праздники, поддерживают друг друга, а главное – создают будущее своим малышам. Алина Ширина, Рамиль Аскаров, телерадиокомпания «Юганск».